Каждый раз на судебное заседание Олег Рыльков привозит папку с бумагами. Более 20 лет за решеткой он, видимо, досконально изучил Уголовный кодекс. И во время своего выступления перечисляет десятки статей. И из Конституции тоже. Требуя во всем обеспечить его права. Я 4 месяца, меня лишают во всех правах. Даже в этом. Я ни от прокурора, ни от кого-нибудь не могу получить. Я пишу жалобу прокуратурам на условия сбежания. В том числе, что я документы не могу не отправить. Вот сейчас, в данный момент, прошло уже 10 дней. Я написал на время начальника, чтобы меня предоставили. Мне я не могу в суд отправить документы. С первых минут Рыльков просит разрешение сделать заявление к прессе. Во время заседания этого делать запрещено. Тогда он просит 5 минут на очередное общение с адвокатом. Как построить свою защиту? Какие доводы приводить нужно первыми? А что говорить в конце? У него шокирующее всех желание. Рыльков подал ходатайство выпустить его на свободу в связи с тяжелой болезнью. Дело в том, что в России существует перечень тяжелых форм различных заболеваний, с которыми невозможно отбывать тюремное заключение. И вдруг новое ходатайство. Рыльков просит дать ему время ознакомиться с тремя томами личного дела. Что касается его личной жизни, то Рыльков разведен. В начале 90-х Рыльков грабил квартиры и в то же время совершил серию изнасилований девочек в возрасте от 6 до 13 лет. Пользуясь отсутствием взрослых, маньяк стучал в двери, просил попить воды или вызвать скорую помощь. Потом врывался в квартиру и насиловал детей. Зимой 96-го Рыльков совершил первое убийство. Жертвой стал 7-летний мальчик. Его Рыльков изрезал до неузнаваемости. Эксперты не смогли даже сразу определить пол расчлененного ребенка. И это только часть известных убийств и изнасилований. Вскоре Рыльков был арестован и приговорен к смертной казни, которую в связи с мораторием заменили на пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Спустя годы он улыбается и обращается к журналистам. Я так понял, к вам вы привыкли, может быть, просто из-за вот этой щелки в заборе, как тот попал в знаменитые папарацци общаться со мной. Я вроде не кусаюсь. Почему ко мне не кускают, тоже не знаю. Внешне вежливый и говорливый маньяк заявил, что может рассказать много интересного и пригласил журналистов взять интервью у него в камере. Если у вас есть интерес, приходите, может, поговорим в СИЗО. А если нет, тогда, в принципе, вы больше не приходите. Вы сожалеете об убийствах совершенных? Ну, это уже я об этом. Все, давайте. Прерыв. До свидания. В итоге суд отложил рассмотрение ходатайства об освобождении по болезни, чтобы прежде Рыльков мог ознакомиться с личным делом. Анатолий Волошинский, Вести детально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова